Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья. Мы давно говорили о том, что кошмарить кремлёвскую пропаганду куда легче, так сказать, при системном подходе к делу. Когда все ходы записываются, а останкинские болванчики банально забывают о том, что они втирали в ватной публике. Никто не будет поддерживать Украину в это трудное время. Это, например, одна из наших любимых рубрик «Предсказания в первые дни спецоперации». Сейчас пересматривать их – это особое удовольствие. Ведь если вы не знали, то Россия разгромит Украину с минимальными потерями. Наши военные, высокие профессионалы-специалисты, они сделают свою работу максимально эффективно с минимальными человеческими жертвами. Естественно, в том числе с минимальными потерями с нашей стороны. А военно-политическое руководство нашей страны так вообще сбежит за границу. Что касается руководства Украины, я уверен, что в ближайшее время оно покинет страну. Дав это короткое интервью, он тут же снял с себя короткоствольный Калашников, переоделся, не знаю, может быть, в женскую одежду и попытается куда-нибудь убежать. И сегодня уже хочется уточнить, ну чё там, предсказатели вы наши, насколько у России минимальная потеря, что приходится толпы алкашей? А вот она мне нашла, чё, тебе, б***ь. А второй, б***ь, вообще спать уснул. Ой, извините, российских резервистов мобилизировать? Ну ничего, хаймарсы говорят не только от алкоголизма, но и от обжорства очень качественно лечат. Но сейчас всё же о другом. Пропагандисты не только не извиняются перед зрителями за вот такие вот перлы. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего её побеждать-то, господи, ну Украина. Они с точностью да наоборот всячески поднимают планку маразма. Вы будете смеяться, но в последние месяцы на военные рельсы федеральные каналы перевели не только новости и ток-шоу с городскими сумасшедшими. Это наша земля, и так это и нужно воспринимать. И людей здесь убивают за то, что они русские, за то, что они любят Россию, за то, что они православные. Россия всегда придёт и заставит платить по счетам. Но и творческие коллективы напрочь упоротых программ о магах и экстрасенсах. Задача последних – всячески бодрить приунывших от постоянных поражений россиян. Всё, что делается против нас, всё, что нам желают, вернётся им десятикратно. Добро – добром, зло – злом. Да будет так. И вот уже ура, патриоты Ваня и Маша, сидя у телевизора, узнают фашисту и карателю по фамилии Зеленский, который, чтобы вы понимали, хочет стать правителем мира. Владимир Зеленский – одиозная фигура, который возомнил себя правителем всего мира. В реальности ничего не светит. А знаете почему? У, братцы, всё очень и очень серьёзно. Оказывается, при упоминании Украины появляется карта перевёрнутая. А это всё, друзья. Грабли – никаких шансов. Говорить о том, что Зеленский может победить, или что у него всё будет там, в принципе, что он ведёт свою страну к победе, или ещё к чему-то, абсолютно нет. Потому что перевёрнутая карта, звезда, говорит чётко о безнадёжности, о том, что у него нет шансов просто совсем. И вот уже на душе ура патриота становится гораздо теплее. Ах, ничего, что украинцы с российской армией каждый день разбираются. Да и котлы в Лиманском районе – это всё временно. Вооружённые силы Украины наступают на захваченный российскими войсками город Лиман в Донецкой области. Об этом говорится в ежедневной сводке Приданского министерства обороны. О том, что ВСУ зашли в село Дробышево недалеко от Лимана, сообщали и российские СМИ. Ведь карты ж чётко показывают, что от Украины со дня на день все союзники отвернутся. Украина ждёт предательства. То есть, скорее всего, страны, которые сейчас поддерживают её, то есть это Польша, это США и другие страны, да, скорее всего, они переиграют по-своему, и Украина останется ни с чем. А Зеленский капитуляцию подпишет от безнадёги. Когда Зеленский подпишет капитуляцию? До сентября, где-то в сентябре. В сентябре должно стихнуть. Кисло 17, вот цифра 17 выходит. Понимаете, да? Но этот космический уровень программ на больших российских телеканалах, причём не надо думать, что это некая разовая акция. А-а-а. Куда ни включи, везде одна и та же редька. Я вижу, как всепожирающий огонь выжигает США. Страна под угрозой распада. Серьёзные потрясения и финансовые, и политические ждут и Европу. Шанс на спасение мира может прийти из России. Я вижу это. Нагоняют в студию толпы мамкиных шаманов-наркоманов, и те давай всем хороводам тортом Украину уничтожать. Что касается Украины, что с ней будет происходить? Скорее всего, страну ждёт развал. То Путина с боярами облизывать. Пройдёт всё, как лет, и останет только слава Владимиру. А когда совсем уж хорошо их дурь прихватит, то прям в студии спиритические сеансы начинаются. Сейчас вон Баба Ванга прямо с того света вещать начнёт. Я не могу просто не попросить вас связаться с Вангой и тоже спросить её о том, что нас всех ждёт в самое ближайшее время. Как раньше не будет. Но будет тишина, покой, знания. Придут люди. Объединение идёт. Принесут новая технология. Всё выйдет из земли. Выйдут знания. Придёт из России. И вот уже зрители, которые только вот пили валидол после очередного разгрома российской армии в Харьковской области, перестают паниковать и сомневаться в победе. Не, ну смысл сомневаться, когда вещуньи чётко сказали российской армии, не то чтобы Украина. Пол Европы возьмёт. Есть пророчество о том, что Россия освободит царь Град. София вновь станет православным храмом, а речь русского царя будут слушать и на небе, и на земле. Будет из натовской Болгарии создан один сплошной филиал РПЦ. И по делам не верите? А сейчас вам ручной поп тайну откроет. Оказывается, Господь всю жизнь наказывал русских именно Западом. Западом наказывал и наказывает нас Господь, сказал однажды Феофан Затворник. А теперь реча вот всем заблудшим наказание будет. А украинцы здесь, чтобы вы понимали, первая в очередь. Ведь они, ну то есть мы, всей страной совсем с ума сошли. Ну не с украинцем же, конечно, мы закусились. Кто такие украинцы? Как раз украинцы, это сошедшие с ума русские. И вот сидят ура-патриоты и думкой богатеют. Божечки, хорошо-то как. А мы еще в Путине сомневались. Да правильно он спецоперацию начал, ведь только послушайте, какое светлое будущее впереди. Россию хранит Богородица. Страны, которые с ней были, вернутся. Возникнет мощное славянское государство, в котором объединятся три славянские сестры. Ну вот же, вот, а тут еще и другая вещунья подсыпает сахарку. Мол, все те ужасы, которые происходят в России сейчас, это не что иное, как спасение. И очень скоро жители самых разных стран мира в какой-нибудь рязань толпами попрут. В России идет спасение. Много людей из разных стран будут сюда идти. Новые города вижу. Слушая подобные, прости, господи, шедевры не очень ясно смеяться или звонить в больницу имени Кащенко. А, прям толпами. Вот только правда в том, что пока те самые толпы из России бегут, чтобы на фронт не загребли. Везде мужчины, везде мужчины. Бегут все из страны. Ребят, сколько стоите? Сутки ровно. Новые граждане России главное верьте. Чуток времени пройдет, и жизнь железно к лучшему изменится. Россия на фоне остальных стран станет только сильнее. Она станет тем самым действительно объединяющим звеном, который стартует самостоятельно и который даст всем этот импульс к объединению, к совершенно новым возможностям во всех смыслах этого слова. И все бы хорошо и прекрасно, но этой схемке промывания мозгов один существенный косяк. Дело в том, что время идет, и заявленные какое-то время назад даты побед, развала Украины или бегства Зеленского начинают неумолимо приближаться. И уропатриотическая публика начинает потихоньку негодовать. Мол, алё, чё за нафиг? Где обещанная на 17 сентября капитуляция Украины? Когда Зеленский подпишет капитуляцию? До сентября. Где-то в сентябре. В сентябре должно стихнуть. Число 17. Вот цифра 17 выходит. А ведь мы не иначе, как пару месяцев назад предупреждали канал НТВ, что вскоре над ними только ленивые не будут глумиться. Вот фрагментик из той программы. Когда 18 сентября в украинских СМИ будут поднимать на смех и Деда Шизика, и канал НТВ, в России сделают вид, что ничего они не обещали и не говорили. Но в России, как обычно, решили ломать через колено. Мол, до сентября времени много, а войс до того времени победим. Ну или хотя бы существенное продвижение на фронте будет? До сентября. Где-то в сентябре. В сентябре должно стихнуть. Но вместо этого и канал НТВ в целом, и некоего жалкого пенсионера в частности, которого они назвали Дед Ванга, ждало огромное разочарование. 17 сентября вместо обещанной капитуляции украинская армия собирала огромные трофеи, любезно оставленные позорно бегущими российскими солдатами. Снимаем новый ленд-лиз с новин мускалин. То, что нам оставляют рабоченькое, все как положено. А президент Украины Зеленский примерно в эти даты приехал принять капитуляцию военно-гражданской администрации коллаборантов в Изюме. Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденные Изюм и Балаклею в Харьковской области. Накануне, в вечернем обращении, Зеленский сообщил, что ВСУ освободили уже около 8 тысяч квадратных километров территории Украины. Ну же, Дед Ванга, чё случилось? Надо попробовать в следующий раз перед вангованием вместо водочки тройной одеколон натощак принять. Проводили такой эксперимент. И чё вы думаете, извинился канал НТВ за свои бредни о 17 сентября? Это как бы не так. Лохов нет. Более того, по старой доброй традиции в русском мире всегда перебивают старую ложь. Новый. И вот в эфире НТВ снова появляется Дед Ванга! Иван Дмитриевич готов огласить своё новое пророчество и даже назвать точную дату капитуляции киевского режима. Да, 17-е будет вот знаковые события. Ну давай, милейший, расскажи нам всем, почему Зеленский до сих пор капитуляцию не подписал. А ВСУ Ванюш и в Донецкой области в шею гонит. Силы обороны Украины сообщают, что по-прежнему продолжают продвигаться вперёд. Сообщается и об успехах на Бахмутском направлении. ВСУ освободили Яцковку на Донеччине и возобновили позиции под Бахмутом. Тут, признаться, мы уже очень смеялись. Чудаки не придумали ничего лучше, чем взять старое обещание. Когда Зеленский подпишет капитуляцию? До сентября. Вот цифра 17 выходит. И просто перенести его, да, буквально на полгода. Самый важный вопрос, когда киевский режим будет уже окончательно разгромлен? Продлиться ещё, конечно, около года может. Вот по моим прогнозам всё уладится в марте 2023 года, в марте. Вот выходит даже цифра 17 марта. Ну там несколько дней плюс-минус. Чё ж вы, бедолаги, будете делать, когда опять вместо сенсации подлива выйдет? Ещё на полгода перенесёт? Не, с учётом всеядности, одурманенных пропагандой российских зрителей, не исключаем, что и это прокатит. Но прокатывают же, например, закадровые слова в этом же недошоу. Где ВСУ якобы обстреливают подконтрольное себе же Запорожье. Зеленский продолжает шантажировать мир ядерной катастрофой, обстреливая Запорожскую АЭС. С другой стороны, в России всё идёт строго традиционно по заветам Геббельса. То есть, чем циничнее ложь, тем скорее в неё поверят. Вот только на длительной дистанции такая стратегия, как правило, начинает давать сбои. Ведь мало клепать копеечное шоу, где городские сумасшедшие каждый день дают людям надежду. Нужно и в реальной жизни чё-то делать. А вот с этим в России бяда. Ведь молоть языком, как известно, это не мешки ворочек. Вот только когда прижмёт жизнь чуток даже самых упоротых ура патриотов, то тогда ни дед Ванга, ни дочь Ванга, ни соседка Ванга Путина и компанию не спасут. Царя Николашу холопы тоже любили, а потом, ой, взяли, да и расстреляли. А история, она имеет свойство повторяться. Больше восьми лет. Они всеми силами разжигали ненависть. О чём вообще с вами говорит? Разнесём Киев ядерными ракетами. Делали всё, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб-канале, а также на патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Всё будет Украина!